Ну и здесь информация про KYC, то есть подтверждение личности. Так вот, действительно, подтверждение личности здесь будет нужно для того, чтобы соблюдать все существующие нормы. Ну и далее способ хранения токенов. Ну прежде всего здесь предлагается TrustWay, это официальный кошелек Binance для хранения токенов. То есть можно скачать его через Google Play Store либо же App Store. Далее, что у нас еще здесь есть, это форма для связи, то есть можно написать им какое-либо сообщение по электронному адресу, либо вот здесь прямо в самом данном теле форму, можно сказать. Ну и чтобы еще светло, это White Paper тоже изучить. Давайте открою, покажу. То есть White Paper это детальное описание той или иной платформы, в частности Blockchain Media. Здесь, тем более, всего лишь 18 страниц. Давайте вкратце про листа и покажу. Так, опять же, озвучивать не буду, а White Paper можно было бы отдельно разбирать, но уже в этом видео, пожалуй, этим заниматься не буду. Да, то есть видим, что, опять же, такие действительно все детали токен-сейла. Также какие есть перспективы у блокчейн-технологий, также, опять-таки, есть ответы на вопросы. Вот, ну то есть, в общем-то, все, что мы с вами разбирали, но тут есть и другие детали, которых мы не касались. То есть это все действительно будет полезно для тех, кто реально заинтересовался в данном проекте и раздумывает, опять же таки инвестировать в него или нет. То есть, действительно, White Paper, либо же белая бумага, как это называется по-русски, советую, в общем-то, для изучения. Ну и в принципе, что здесь еще могу сказать, что так вот про листа White Paper я завершаю его разбор и завершаю обзор в целом проекта блокчейн-медиа. Надеюсь, что вам он понравился. Тогда спасибо всем за внимание и до новых встреч.